Досмотрев вышедший сезон, поклонники сериала смогли увидеть долгожданную задумку сценаристов. Финал, как и все серии до него, вызывает восхищение. Все эпизоды держали в напряжении до самых последних кадров. При всем при этом ожидание выхода новых серий неуклонно растет. Немалое количество зрителей сериала задаются вопросом, а когда же будет продолжение и будет ли оно вообще. Пока нет точной информации о том, вернется ли сериал на экраны. Анонс может быть опубликован сразу после окончания съемок. Многие поклонники уверены, что продолжение неизбежно. Однако нужно дождаться официальный анонс премьеры. Слухи о возможном продолжении дают надежду поклонникам, что в будущем нас ждет еще больше интересных сюжетных линий и неожиданных поворотов. А значит еще больше эмоций и впечатлений. Несмотря на бесчисленные исследования, опросы и алгоритмы, используемые для анализа потребительского поведения, предсказание успеха в индустрии развлечений – это, как известно, сложная задача. Но есть и хорошие новости. Мы можем делать обоснованные предположения, основываясь на определенных факторах, которые исторически были связаны с успехом. Например, известные актеры или режиссеры, связанные с проектом, часто привлекают внимание и волнение публики. Сильная маркетинговая кампания также может вызвать ажиотаж и ожидание. Еще одним фактором является жанр постановки. Определенные жанры, такие как боевик, комедия и драма, имеют широкую привлекательность и, как правило, хорошо себя зарекомендовали. Однако даже в рамках этих жанров успех может быть разным. Например, романтическая комедия может стать хитом, а боевик может провалиться. Также стоит учитывать нынешний культурный климат. Постановки, затрагивающие актуальные социальные или политические вопросы, часто вызывают разговоры и вызывают интерес. Конечно, из каждого правила есть исключения. Некоторые постановки с громкими именами, масштабными маркетинговыми кампаниями и популярными жанрами по-прежнему проваливаются в прокате или не привлекают внимание зрителей. А иногда производство без громких имен, небольшого маркетинга и малопопулярного жанра может стать неожиданным хитом. Однако стоит отметить, что рост стриминг-сервисов добавил новый уровень сложности к прогнозированию успеха. Эти сервисы полагаются на аналитику, основанную на данных, для принятия решений о том, какой контент производить или приобретать. Анализируя данные о просмотрах и поведении пользователей, они могут определить закономерности и тенденции, которые могут указывать на то, что интересует аудиторию. Представьте, что вы сидите в темном кинотеатре и смотрите последний блокбастер на большом экране. Вы полностью погружаетесь в историю, окружены видами и звуками фильма, чувствуя, что находитесь прямо в центре событий. Теперь возьмите все это и умножьте его на сто. В этом сила виртуальной реальности. Технология виртуальной реальности уже оказала значительное влияние на индустрию развлечений. Благодаря виртуальной реальности вы можете участвовать в играх, на концертах и даже путешествовать в отдаленные локации, даже не покидая своей гостиной. А как же кино? Как виртуальная реальность может изменить то, как мы смотрим фильмы и сериалы? Виртуальная реальность может предложить полное погружение, когда вы больше не просто смотрите фильм, вы внутри него. С помощью гарнитуры вы можете осматривать все вокруг, взаимодействовать с персонажами и даже исследовать окружающую среду. Представьте, что вы смотрите фильм, где вы можете повернуть голову и увидеть акулу или динозавра, плавающего прямо рядом с вами. Это совершенно другое впечатление от просмотра на плоском экране. Во-вторых, виртуальная реальность может предложить уровень интерактивности, недоступный традиционному кино. Вы можете выбрать свой собственный путь по сюжету. Вы сможете проследить путь одного персонажа или исследовать разные части мира фильма. Это обеспечит бесконечные возможности при каждом просмотре. Наконец, виртуальная реальность может предложить кинематографистам новый уровень творчества. Они могут создавать фильмы, специально предназначенные для виртуальной реальности, где зритель является активным участником истории. Однако есть некоторые проблемы, которые необходимо решить. Прежде чем виртуальная реальность станет основной технологией в кино, одним из самых больших препятствий является стоимость. Шлемы виртуальной реальности могут быть дорогими. И не каждый может позволить себе инвестировать в новейшие технологии. Несмотря на эти проблемы, потенциальные преимущества виртуальной реальности в кино слишком значительны, чтобы их игнорировать. Виртуальная реальность уже доказала свою ценность в других отраслях, и это лишь вопрос времени. Когда она станет одним из основных продуктов в мире кино? В будущем мы можем увидеть появление кинотеатров виртуальной реальности по всему миру, предлагающих кинозрителям совершенно новый и захватывающий способ посмотреть свои любимые фильмы. Кинематографисты получат возможность создавать иммерсивные, интерактивные и персонализированные фильмы, которые заставят зрителей возвращаться снова и снова. Будущее кино захватывающее и виртуальная реальность, несомненно, будет его важной частью. Многие любители кино оказывались полностью захваченными новым сериалом, с нетерпением ожидая следующего сезона. А затем внезапно узнавали, что сериал неожиданно закрыли. Это разочаровывающий опыт, и он стал слишком распространенным в последние годы. Так почему же сериалы заканчиваются после всего лишь одного сезона? Давайте рассмотрим некоторые причины этого явления. Одна из самых распространенных причин, по которой сериал заканчивается всего через один сезон – это низкие рейтинги. Ни для кого не секрет, что телевизионные сети занимаются зарабатыванием денег. И если сериал не собирает столько зрителей, сколько они хотят, вряд ли его продлят на следующий сезон. В сегодняшнем переполненном телевизионном ландшафте, когда у зрителей есть бесчисленное количество вариантов того, что смотреть, новому сериалу может быть трудно прорваться и найти аудиторию. Еще один фактор, который может способствовать окончанию сериала после одного сезона – это творческие разногласия между создателями и каналом. Сериал может иметь уникальные видения и стиль, которые отличают его от других, но если руководители сети не согласны с этим видением, они могут предпочесть закрыть сериал, вместо того, чтобы попробовать что-то новое и необычное. Иногда сериал может закончиться после одного сезона просто потому, что оно задумывалось как ограниченная серия. В этом случае у создателей могла быть конкретная история, которую они хотели рассказать. И как только эта история была завершена, в дополнительных сезонах не было необходимости. Ограниченные серии становятся все более популярными в последние годы, и на то есть веские причины. Они дают создателям возможность рассказать полную и убедительную историю в рамках определенного количества эпизодов. Без необходимости придумывать новые сюжетные линии для продолжения нескольких сезонов. Ограниченные сериалы также могут привлечь знаменитых актеров, которые, возможно, не заинтересованы в длительном сериале, но рады перспективе работы над более коротким, более целенаправленным проектом. Еще одним преимуществом ограниченных сериалов является то, что они могут быть более экспериментальными и смелыми, чем традиционные проекты. Имея всего несколько серий для работы, создатели могут рисковать и раздвигать границы способами, которые могут быть невозможны с сериалами, рассчитанными на несколько сезонов. Ограниченные сериалы могут затрагивать сложную тему и могут быть более амбициозными в визуальном, а также повествовательном плане, чем другие сериалы. Киноиндустрия – это бурлящий улей, в котором бесчисленное количество людей неустанно трудятся за кулисами, чтобы воплотить истории в жизнь на большом экране. Это масштабные мероприятия, и для того, чтобы все прошло гладко, необходима огромная команда людей. Но что именно входит в производство фильма и сериала? Съемочная группа состоит из множества отделов, у каждого из которых есть свои специфические задачи и обязанности. От постановочного дизайна до костюмов и грима, от кинематографии до звукового дизайна. Существует бесчисленное множество элементов, о которых необходимо позаботиться, чтобы создать успешный фильм. И в каждом отделе есть своя команда квалифицированных специалистов, работающих в унисон, чтобы воплотить замысел директора в реальность. Это немного похоже на хорошо смазанную машину, где каждая отдельная часть работает в гармонии с другими. Но дело не только в том, что каждый занимается своим делом, ключевое значение имеет общение. Каждый отдел должен быть в постоянном контакте друг с другом, чтобы все было слажено и работало для достижения одной цели. И не только разные отделы должны быть синхронизированы. Режиссер и продюсер также должны тесно сотрудничать, чтобы фильм или сериал не сбивались с пути и соответствовали их видению. Между съемочными группами существует настоящее чувство товарищества. С долгим рабочим днем и сжатыми сроками важно, чтобы все могли положиться друг на друга и работать вместе как одна команда. И с приливом адреналина, который приходит с волнением от создания чего-то особенного. Нередко можно увидеть улыбки на лицах всех, даже после изнурительного дня на съемочной площадке. Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами. Каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного. Но с правильной командой и правильным отношением все возможно. И давайте не будем забывать о бесчисленных часах подготовки к съемкам фильма еще до того, как будет включена хотя бы одна камера. От написания сценария до кастинга, от поиска локации до создания раскадровки. Этап подготовки также важен, как и сама съемка. В конце концов, успешный фильм – это результат бесчисленных часов напряженной работы и самоотверженности огромной команды людей. От стадии подготовки к финальному редактированию каждый отдел должен работать вместе, чтобы создать что-то действительно особенное. И хотя это не всегда легко, конечный результат того стоит. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе. Как будто все ждут чего-то невероятного и знают, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни. Как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнения, бурлящие внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты – все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективные мероприятия. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивления и удовлетворения. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы все так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Будущее кино стремительно меняется на волне популярности стриминговых сервисов. Поскольку мир становится все более цифровым, а потребители требуют мгновенного удовлетворения, неудивительно, что традиционные кинотеатры сталкиваются с жесткой конкуренцией. Итак, какими могут быть кинотеатры будущего? Одно можно сказать наверняка – киноиндустрии придется адаптироваться, чтобы выжить. Одна из возможностей заключается в том, что кинотеатры станут более эмпирическими, предлагая иммерсивные и интерактивные впечатления, выходящие за рамки простого просмотра фильма на большом экране. Представьте, что вы заходите в кинотеатр и полностью перемещаетесь в другой мир. С развитием технологий это может стать реальностью. Подумайте о гарнитурах виртуальной реальности, сенсорных ощущениях и интерактивных инсталляциях, которые позволяют зрителям почувствовать себя частью действия. Возможности безграничны, а потенциал для создания уникальных и незабываемых впечатлений огромен. Но как насчет традиционного кинотеатра? Будет ли он по-прежнему иметь место в будущем кино? Абсолютно. Всегда будет рынок для волшебства сидения в темном кинотеатре в окружении незнакомцев и совместного просмотра фильма. Тем не менее, киноиндустрии придется приложить больше усилий, чтобы обеспечить впечатления, которые невозможно воспроизвести дома. Один из способов, с помощью которого кинотеатры могут добиться этого, предлагать больше опций премиум-класса, таких как роскошные кресла, изысканные закуски и эксклюзивные мероприятия. Другая возможность заключается в том, что кинотеатры будут сотрудничать с потоковыми сервисами, чтобы предлагать эксклюзивный контент, который можно увидеть только на большом экране. В конечном итоге будущее кино будет определяться желаниями и ожиданиями потребителей. С появлением стриминговых сервисов стало ясно, что люди хотят удобства и доступа к контенту на кончиках пальцев. Но это не значит, что магия кино умерла. На самом деле потенциал для инноваций и творчества больше, чем когда-либо прежде. Так что пристегнитесь, возьмите попкорн и приготовьтесь к поездке. Будущее кинематографа, несомненно, будет захватывающим. Фильмы уже более века являются важной частью нашей культуры, развлекая и перенося нас в другие миры и времена. Однако многие утверждают, что раньше фильмы были лучше, и с этим трудно не согласиться. В классических фильмах есть определенный шарм и волшебство, которых, кажется, не хватает современным фильмам. Одна из причин такого настроения заключается в том, что фильмы из прошлого были более глубокими и содержательными. Кинематографисты раньше уделяли больше внимания повествованию, персонажам и темам, которые находили отклик у зрителей. Они не полагались исключительно на яркие спецэффекты или именитых актеров при продаже билетов. Вместо этого они создали захватывающее повествование, которое очаровало зрителей и оставило неизгладимые впечатления. Другая причина в том, что в то время киноиндустрия была менее коммерциализирована. Студии пошли на риск и предоставили режиссерам и сценаристам больше творческой свободы. В результате чего появилось множество разнообразных фильмов с уникальными перспективами и стилями. В настоящее время кажется, что всё шаблонно. Студии выпускают шаблонные фильмы, рассчитанные на максимально широкую аудиторию. Кроме того, технологии прошлого сыграли значительную роль в создании ощущения волшебства и чуда. В то время создателям фильмов приходилось полагаться на практические эффекты и практические трюки, которые требовали изобретательности и творчества. Ностальгия также может быть причиной того, что люди говорят, что раньше фильмы были лучше. Классические фильмы вызывают чувство ностальгии по тем временам, когда жизнь была проще, а мир казался волшебнее. Мы с любовью вспоминаем фильмы нашего детства и смотрим на них через розовые очки, заставляя их казаться лучше, чем они были на самом деле. У современных фильмов есть свои достоинства. Но трудно утверждать, что они передают ту же магию и очарование, что и фильмы прошлого. Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов. Каждый из которых требует времени и опыта. Во-первых, давайте поговорим о сериалах. Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона. Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе, такой как Netflix или Amazon Prime Video. Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода. Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода. Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона. Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона. После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов. Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован. Время, необходимое для создания фильма, зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера. Однако в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около двух-трех лет. Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений. После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет. Фактически съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера и сложности производства. В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру. Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт. После завершения съемок начинается процесс постпродакшна. Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты. Постпродакшн может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количества необходимых спецэффектов. После завершения постпродакшна фильм готов к прокату. Однако, прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов. К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению. Все эти шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более. Вы когда-нибудь смотрели фильм или сериал и оказывались полностью погруженными в мир на экране? Персонажи, история и диалоги могут быть важными элементами, но именно декорации могут по-настоящему перенести вас в другое место и время. Декорации – это больше, чем просто фон для действия. Это неотъемлемая часть процесса повествования, визуальное представление мира, в котором живут персонажи. Правильные декорации могут создать настроение, вызвать эмоции и добавить глубины повествованию. Представьте себе вестерн без потрясающих видов американской границы. Или научно-фантастический фильм без футуристических пейзажей, переносящих вас в другой мир. Декорации помогают создать ощущение места и времени, вовлекая вас в историю и заставляя поверить в мир на экране. Но дело не только в создании правдоподобного мира. Декорации также можно использовать для придания истории символизма и смысла. Подумайте о зловещем и мрачном замке из фильма ужасов, или об идиллической и залитой солнцем сельской местности из романтической комедии. Эти настройки говорят нам кое-что о тоне и темах истории. Декорации также могут использоваться для отражения эмоционального состояния персонажей. Мрачный, дождливый пейзаж может отражать печаль или отчаяние персонажа, в то время как яркая солнечная сцена может указывать на его счастье или надежду. Одна из замечательных особенностей декораций заключается в том, что их можно использовать по-разному. Их можно использовать для создания напряжения, создания настроения, или просто для того, чтобы сделать сцену более визуальной и интересной. Возможности безграничны. Конечно, дело не только в том, что на экране. Правильный саундтрек может улучшить декорации и оживить их. Звук волн, разбивающихся о пляж или щебетание птиц в лесу могут создать ощущение атмосферы, которая еще больше увлечет вас в историю. Нельзя отрицать, что актеры являются одними из самых высокооплачиваемых профессионалов в индустрии развлечений. В то время как некоторые актеры получают огромные зарплаты, достигающие десятков миллионов долларов. Другие с трудом сводят концы с концами. На самом деле, подавляющее большинство актеров зарабатывают очень мало денег на своем ремесле. И лишь немногие избранные достигают высших эшелонов славы и богатства. Так что же определяет зарплату актера? В игру вступает множество факторов, в том числе их опыт, размер и масштаб проекта, над которым они работают. И даже их репутация. Но как насчет подающих надежды актеров, которые еще не достигли такого уровня славы и признания? Ну, их зарплаты могут сильно различаться в зависимости от проекта. Независимые фильмы, например, часто имеют гораздо меньшие бюджеты, чем блокбастеры. А это означает, что актерам может потребоваться сокращение заработной платы, чтобы участвовать в проекте. А еще есть актеры, работающие в театре, где зарплаты могут быть еще более непредсказуемыми. В то время как некоторые звезды Бродвея могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в неделю, многие актеры региональных театров зарабатывают гораздо меньше. Иногда всего несколько сотен долларов в неделю. Конечно, не только актеры зарабатывают деньги в индустрии развлечений. Режиссеры, продюсеры и сценаристы также получают высокие зарплаты. И даже члены съемочной группы, работающие за кулисами, могут неплохо зарабатывать. Но нельзя отрицать, что актеры являются публичным лицом индустрии. И поэтому они часто несут на себе основную критику, когда обсуждаются зарплаты. Дело не только в размере зарплаты. Актеры также могут вести переговоры о дополнительных возможностях, таких как процент от прибыли, бонусы за достижение определенных этапов или даже права собственности на производство. Традиционно актеры получали фиксированную плату за свою работу. Этот гонорар будет оговариваться до начала производства, и актер получит его независимо от того, насколько успешным окажется проект. Но в последние годы появилась новая тенденция платить актерам процент от прибыли. На первый взгляд это может показаться более справедливым способом вознаграждения актеров. Ведь если проект удался, то и актеры, которые над ним работали, должны разделить этот успех. Но как и в большинстве случаев в индустрии развлечений, все не так просто. Во-первых, не каждый проект гарантированно приносит прибыль. На самом деле, многие проекты никогда не окупают свои производственные затраты, не говоря уже о прибыли. В этих случаях актеры, работавшие над проектом, оставались бы ни с чем, даже если бы они вложили месяцы напряженной работы. Несмотря на эти проблемы, многие актеры по-прежнему готовы рискнуть и получить процент от прибыли. Во-первых, это может быть отличным способом заработать больше денег, если проект преуспеет. Но помимо этого, это также может быть способом для актеров продемонстрировать свою веру в проект и показать, что они готовы тяжело работать, чтобы добиться успеха. Когда дело доходит до съемок фильма или сериала, все продумано до мельчайших деталей. Сценарии пишутся и репетируются, декорации проектируются и строятся, актеры подбираются. Однако даже при всем этом планировании всегда остается место для импровизации. На самом деле, некоторые из самых знаковых моментов в истории кино и телевидения стали результатом импровизации. Искусство импровизации – это мощный инструмент в руках умелого актера. Но что такое импровизация и как она работает на съемочной площадке? По своей сути, импровизация – это акт спонтанного создания чего-либо в данный момент без предварительного планирования или подготовки. В контексте актерской игры это может включать в себя создание новой линии диалога на месте, неожиданную реакцию на партнера по сцене или даже импровизацию всей сцены с нуля. Несмотря на трудности, многие актеры используют возможность импровизировать на съемочной площадке. Для одних импровизация – это способ привнести спонтанность и энергию в свои выступления, а для других – это шанс проявить себя творчески и пойти на риск. Прелесть импровизации в том, что она может принимать разные формы. Иногда это простая импровизированная фраза, добавляющая сцене нотку юмора или пафоса. В других случаях это совершенно новая сцена, возникающая в момент вдохновения на съемочной площадке. А еще бывают моменты чистого хаоса, когда актер выходит за рамки сценария, а всем остальным приходится изо всех сил стараться не отставать. Но независимо от того, какую форму она принимает, импровизация всегда захватывающая. Это шанс увидеть самых творческих и смелых актеров, раздвигающих границы возможного на экране. Конечно, не все режиссеры – любители импровизации. Некоторые предпочитают придерживаться сценария, опасаясь, что излишняя импровизация нарушит темп или тон сцены. Другие приветствуют это с распростертыми объятиями, зная, что лучшие моменты в кино и на телевидении часто случаются, когда актерам предоставляется свобода играть. Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся деньги, чтобы воплощать в жизнь ваши любимые сериалы и фильмы? Этот вопрос озадачил многих, и ответ на него одновременно завораживает и удивляет. Во-первых, важно понимать, что создание сериала или фильма – это немалый подвиг. Это требует много времени, сил и, конечно же, денег. Итак, откуда берутся эти деньги? Одним из источников являются сами студии. Многие студии имеют финансовую поддержку для финансирования собственного производства. Они могут позволить себе инвестировать миллионы долларов в один проект и надеются получить отдачу от своих инвестиций в виде кассовых сборов или доходов от онлайн-кинотеатров. Другой источник – независимые финансисты. Это богатые люди или компании, которые инвестируют в фильмы или сериалы в надежде получить прибыль. Они часто питают страсть к искусству и готовы рискнуть в проекте, в который верят. Многие из них финансируются продюсерскими компаниями, которые затем продают право сетям и стриминг-платформам. Это может включать в себя сложную сеть переговоров и сделок. Например, производственная компания может обратиться к каналам с пилотным эпизодом, надеясь получить финансирование для полного сериала. Если канал заинтересован, они могут предложить лицензионную плату или согласиться на совместное финансирование проекта. В качестве альтернативы некоторые сериалы полностью финансируются потоковой платформой, такой как Netflix или Amazon Prime, которые затем сохраняют право на сериалы. Еще один способ, с помощью которого кинематографисты могут финансировать свои проекты – это кинофестивали. Многие фестивали предлагают возможности финансирования или контакты с потенциальными инвесторами для фильмов-победителей. Кроме того, фильм, получивший положительные отзывы на фестивали, может вызвать интерес у дистрибьюторов, которые, возможно, захотят профинансировать более широкий прокат. Конечно, некоторые из крупнейших проектов на телевидении и в кино финансируются крупными студиями с большими карманами. Эти студии имеют доступ к огромным суммам денег и могут позволить взять на себя финансовый риск производства высокобюджетных фильмов и сериалов. Однако даже студиям приходится тщательно обдумывать, какие проекты они выбирают для финансирования, поскольку нет никаких гарантий возврата их инвестиций. Для некоторых знаменитостей слава может быть палкой о двух концах. В то время как это приносит им огромное богатство, обожание и возможности, это также имеет высокую цену. От безжалостных папарацци до назойливых фанатов, личного и профессионального давления. Цена славы может быть огромной. Одним из самых существенных недостатков славы является потеря конфиденциальности. Известные актеры постоянно находятся в центре внимания общественности. Каждый аспект их жизни изучается и анализируется. Каждое движение, которое они делают, каждое слово, которое они говорят, открыто для интерпретации, что приводит к сильному давлению для поддержания идеального публичного имиджа. Это постоянное внимание может быть умственно и эмоционально истощающим, приводя многих знаменитостей к беспокойству, депрессии и другим проблемам с психическим здоровьем. Стремление сохранить свою славу и успех также может привести к злоупотреблению психоактивными веществами и зависимости, поскольку актеры обращаются к алкоголю, чтобы справиться со стрессом в своей повседневной жизни. Еще одним существенным недостатком славы является напряжение, которое она может оказать на личные отношения. Известные актеры часто изо всех сил пытаются поддерживать стабильные и здоровые отношения из-за требований своей карьеры и постоянного присутствия папарацци. От скандалов с изменами до грязных расставаний СМИ быстро набрасываются на любой намек на драму, что делает почти невозможным для знаменитости управлять своими отношениями наедине. Финансовое бремя славы также может быть недостатком. Хотя может показаться, что знаменитости обладают бесконечным богатством, они часто несут ответственность за поддержку не только себя, но и всего своего окружения. От менеджеров и агентов до личных помощников и стилистов стоимость поддержания их имиджа и карьеры может быть ошеломляющей. В заключении отметим, что обратная жизнь известных актеров гораздо сложнее и интереснее, чем кажется со страны. Хотя обычному человеку это может показаться гламурным и захватывающим, реальность такова, что слава обходится дорого. Потери конфиденциальности, нереалистичные ожидания, постоянные требования и финансовое бремя – все это может сказаться на психическом и физическом здоровье знаменитостей. Один из самых удивительных моментов, которую мы склонны упускать из виду, это использование цвета. Кинематографисты используют цвет по-разному, чтобы усилить эмоциональность и атмосферу истории. Например, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, создают ощущение тепла и волнения, а более холодные окраски, такие как синий и зеленый, создают спокойное и безмятежное настроение. Эти цвета могут использоваться для обозначения черт характера или даже предзнаменования событий. Также одной из самых удивительных деталей, которую мы склонны упускать из виду, является использование предзнаменований. Кинематографисты часто используют тонкие намеки на протяжении всего фильма или сериала, чтобы намекнуть на то, что будет дальше. Это можно сделать с помощью диалогов, визуальных подсказок или даже деталей фона. Эти намеки часто упускаются при первом просмотре, но становятся понятными при последующих. Прошли времена громоздких камер и дорогой втопленки. Современные кинематографисты имеют доступ к высококачественным цифровым камерам, легким и простым в использовании. Это позволяет им снимать потрясающие визуальные эффекты и рассказывать свои истории способами, которые раньше были невозможны. Но меняются не только технологии. То, как мы рассказываем истории, также изменилось. Сегодняшние кинематографисты более разнообразны, чем когда-либо прежде. Они привносят в киноиндустрию новые перспективы и свежие идеи. Они рассказывают истории, которые когда-то считались табу, и бросают вызов традиционным нарративом. Кинематографисты из разных слоев общества теперь получают возможность рассказать свои истории и поделиться своими уникальными взглядами. Это не только привело к более разнообразному и репрезентативному содержанию, но также позволило глубже понять и сочувствовать различным культурам. Написание сценариев для фильмов и сериалов – это большой труд. Когда вы смотрите отличный фильм или смотрите захватывающий сериал, вы видите не только готовый продукт. Вы видите результат бесчисленных часов напряженной работы сценаристов, которые должны создать захватывающую историю, придумать привлекательных персонажей и создать реалистичные диалоги, которые не только развивают сюжет, но и привлекают внимание зрителей. Требуется много тяжелой работы, самоотверженности и творчества, чтобы создать захватывающую историю, которая привлечет внимание аудитории и будет удерживать ее от начала до конца. Работа сценариста заключается не только в том, чтобы наносить слова на бумагу. Речь идет о создании повествования, которое оживет на большом экране или в гостиной. Сценарное мастерство – это вид искусства, требующий глубокого понимания среды. В отличие от романов, сценарии должны рассказывать историю визуально, используя диалоги и действия для передачи смысла и эмоций. Сценаристы также должны помнить о ограничениях в продолжительности, поскольку продолжительность большинства фильмов и телесериалов составляет менее двух часов. Конечно, сам процесс написания – это только одна часть уравнения. После того, как сценарий написан, он должен пройти множество исправлений и правок с учетом отзывов продюсеров, режиссеров и актеров. И даже после того, как сценарий будет доработан, он может претерпевать дальнейшие изменения во время съемок, при этом диалоги и сцены переписываются прямо в процессе. Еще один ключевой аспект сценарного мастерства – овладение искусством диалога. Сценаристы должны уметь писать диалоги, которые кажутся естественными и реалистичными, а также служат для развития сюжета и раскрытия характера. Они также должны уметь писать запоминающиеся шутки, которые зрители будут помнить еще долго после титров. Одной из самых больших проблем при написании сценариев является создание привлекательных персонажей, которые зрители будут обсуждать и за которых будут переживать. Будь то герой с недостатками, очаровательный злодей или причудливый помощник, каждый персонаж должен быть полностью реализован со своей собственной предысторией, мотивами и чертами характера. Наконец, сценаристы также должны помнить о производственных и бюджетных ограничениях своего сценария. Написание остросюжетного приключения может показаться захватывающим, но если бюджет не позволяет использовать экзотические локации и дорогостоящие трюки, сценарий никогда не попадет на большой экран. Сценаристы должны проявлять творческий подход и находить способы рассказать свою историю в рамках ограничений производственного бюджета. От придумывания уникальной идеи до создания разносторонних персонажей, увлекательных диалогов и захватывающего сюжета, сценаристам приходится преодолевать множество неочевидных трудностей. Но при самоотверженности, тяжелой работе и капельке удачи любой может написать сценарий, который увлечет зрителей и выдержит испытания временем. Снять фильм – немалый подвиг. От написания сценария до кастинга каждый шаг требует усилий, и, конечно же, денег. А как мы все знаем, чем больше фильм, тем больше бюджет. Но с появлением инди-фильмов и демократизацией кинооборудования, возможно ли удешевлять фильмы без ущерба для качества? Давайте взглянем на некоторые расходы, связанные с созданием фильма. Прежде всего, это цена таланта. Знаменитые актеры и режиссеры обходятся недешево, и их зарплата может составлять значительную часть бюджета. Затем идут затраты на производство. Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее. И давайте не будем забывать о затратах на маркетинг, которые легко могут исчисляться миллионами долларов. Но, возможно, самым большим изменением в удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий. С появлением доступных цифровых камер и программного обеспечения для монтажа, кинематографистам больше не нужно полагаться на дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшна. Это открыло совершенно новый мир возможностей для независимых кинематографистов, которые теперь могут снимать высококачественные фильмы с относительно небольшими бюджетами. Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры, на создание которых уходят миллионы долларов. Но демократизация кинопроизводства привела к появлению нового поколения кинематографистов, которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов. Столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги. Более того, удешевление фильмов не обязательно означает жертвование художественным видением. На самом деле, ограниченный бюджет может заставить кинематографистов быть более креативными и мыслить нестандартно. Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования, использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики и полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций. Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов, поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров. Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул, поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции. Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии. Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты. Когда дело доходит до актерского мастерства, физическая подготовка часто рассматривается как дополнительная опция. Но для актеров, которые хотят показать себя с лучшей стороны и вывести свое мастерство на новый уровень, поддержание здоровья тела и разума абсолютно необходимо. Во-первых, физическая подготовка имеет решающее значение для способности актера играть сложные роли. Будь то физически сложная боевая сцена или длинный монолог, хорошая физическая форма может иметь решающее значение для способности актера убедительно сыграть роль. Выносливость, сила и гибкость являются ключевыми компонентами физической подготовки, которые могут помочь актеру оставаться на вершине своей игры. Помимо непосредственных требований работы, физическая подготовка также может оказать глубокое влияние на общее самочувствие актера. Доказано, что регулярные физические упражнения снижают стресс, улучшают настроение и улучшают когнитивные функции. В такой требовательной и конкурентной сфере, как актерское мастерство, эти преимущества могут иметь неоценимое значение для психического и эмоционального здоровья актера. Но физическая подготовка – это не только посещение тренажерного зала или пробежка, это также забота о своем теле и разуме другими способами. Здоровое питание, достаточное количество сна и время для ухода за собой. Все это важные компоненты физической подготовки, которые могут помочь актеру чувствовать себя лучше как на съемочной площадке, так и вне ее. Уделяя первоочередное внимание своему здоровью и благополучию, актеры могут улучшить свои выступления, расширить свои карьерные перспективы и наслаждаться более счастливой и полноценной жизнью как на сцене, так и за ее пределами. При этом важно помнить, что избыточный вес не обязательно означает, что актер менее талантлив или менее способен. Есть много успешных актеров, которые не соответствуют типичному голливудскому шаблону и добились успеха, используя свою уникальную внешность и таланты. Более того, индустрия развлечений медленно, но верно становится все более инклюзивной и принимает различные типы телосложения. Теперь у актеров с избыточным весом больше возможностей найти работу, и многие постановки активно ищут исполнителей с разным опытом.